итак ребят всем привет сегодня у нас очередной выход сегодня по вашим просьбам выехал я на шуф познакомился вчера на стриме с пацанами и они организовали совместный коп выехали мы хрен знает куда на карте не пойми где чё но по ландшафту сразу я когда приехал сюда понял что здесь деревня каким образом то что в старину был указ петра чтобы деревне заселяли именно в оврагах так что вам на заметку овраги в основном всегда заселялись деревнями и сейчас мы находимся в этом именно месте вот со мной копать будет сегодня евгений и серега на заднем плане всем всем привет вот так что сегодня по вашим просьбам будет у нас шурф наконец-то зашурфлюсь здесь находки говорят хорошие ну посмотрим в конце видео сюжета мы покажем чего накопали ну а так в целом что земляного деда задобрили место пометили и начнем копать место погода позволяет так что фишер 4 ты фишер 44 и моя аська чемпион как говорится покажем покажем что на что способен каждый прибор но будем шурфить так что смотрим будет интересно итак ребят наконец-то у меня первая находка эта монета царская и сейчас я вам ее продемонстрирую зелененькая кругленькая в общем вот такой у меня шурфец пока вот время уже подходит к своему завершению к сожалению сегодня не особо интересно чего было но первая первая находка сейчас к ней итак ребят вот она монетка круглая и я вижу что это у нас александр какой год 1856 александр 2 такой вот приятный монитосик небольшой нарост на ней и отваливается слой вот он словить отвалить то есть монета уже убитая так что так один камрад серега на той стороне мы там тоже побывали он там копается из-за того что в прошлом году он там поднял георгиевский крест очень шикарно с охрана вот он даже его сегодня с собой привез показал если не пропускал а вон там он евгений ходит вот он тоже шурфился вот нашел вот там вот фундамент только один крестик и на этом он все сдох верховой теперь ходит собирает вот так вот стояли дома все фунды взорваны вот так что с находками здесь туговато нашел я что-то похожее на фундамент красный кирпич имеется вот но он целый я решил его попробовать и так ребята еще одна находка но находка смешная тем что смотрите это три копейки царские тысяча девятьсот тринадцатый видите как он дефектованный а это игровая видите по окружности имеется зубцы и это игровая монета игра называлась орлянка вот такой вот сюжет ладно продолжаем итак ребят с находками совсем плохо и буду вам показывать даже вот такие вещи обычно я на них внимание не зацикливаю но сигналов вообще нету и это у нас обручальное женское колечко делали такие кольца из монет ладно продолжаем там он я не знаю сейчас попробую увеличить камеру смогу ли я увеличить и посмотреть кто там на той стороне потому что глаза не видит а камера нет это не машина я думал машина и вот это камрад вот так вот камера мне подсказала что там никого нету продолжаем итак ребята только что думал находка а это кажется евгений оставил здесь крест чтобы не потерять вот такой там мужской нательный крест поднял это пока у него единственная охотка я думал просто кто-то выкопал и не забрал итак очередной монетный сигнал и монета вот на поверхности берем в руки и это у нас николаевский образец копейка год 1894 вот она такая затертая правда ну все равно цветной сигнал всегда приятен здесь их вообще нет практически если цветное что-то есть то это находка ладно наверное будем уже завершать сегодняшний клуб да да ее сюжет у нас получился коротенький ну такое у нас бывает встречается три монеты это ни о чем так что вот в таких вот красотах копали сегодня сейчас еще минут пять швырнусь именно здесь можете еще выскочит ладно итак ребята очередной сигналчик и сигнал у нас выпал вот такой металлопластика это у нас женский крестик лепесток между прочим орнамент вот такой вот у меня такого нету я немножко удивлен такого нет видите с этой стороны крест а с другой должна быть молитва честному кресту она ее здесь нет здесь тоже такой же крест любопытно такой у меня впервые зачетно зачетно ладно если находки вроде под вечер пошли можно еще попробовать чего эдакое выкопать идем дальше и так ребят на этом я буду заканчивать свой видеокоп в принципе откопали ну отдохнули честно говоря отдохнули а накопали хрен да маленько серёга похвастался всего-навсего двумя находками у него три копейки по моему 30 года воду евгения всего-навсего крестик зачетный и пуговка там непонятный какой-то орнамент вот ну у меня получилось как крестик лепесток и 3 царика ну и колечко в принципе хвастаться нечем так банально знаете видеоотчет показа находок не буду потому что не интересно все вы видели вот сегодня так погулялись ездили честно говоря в этом месте я в свое время был это было три года назад вот видосы у меня с этого места есть но что в прошлый раз что на этот раз ничего интересного не получилось так что получилось как то вот так сейчас чай греем пьем и в путь дорогу проехали достаточно большое расстояние можно было около дома лучше конечно результат был бы ну что есть то есть так что сюжет получился видеоролика маленький я пожалуй воткну еще видеосюжеты именно с прошлых лет у меня их полно так что продолжаем смотрим ну а я с вами попрощаюсь все всем пока и до новых встреч я решили сделать эксперимент мы теряет в отравил уже прорезвали происходя на них вещь перевернулся не дает на может но он так же и шевелиться сразу сдохнет и захотел они че дохнут от этого шли ну а их парализует я так понимаю отгоняет их блядь запах на он вон там еще богомол там какой-то смотри как он на задние лапки то встал кайфует да место клещевая не ловил я в этом году на себе клеща чтобы он у меня и являлся так что сегодня один копал сегодня надо будет смотреть у костяна возможно находка найдет что-то интересное а он что-то наверно найдет да нет моржавшую похоже я ее выронил я ее выронил ну давай посмотрим вот это вот нет это стекло прибор прибор убери здесь еще вот еще вот вот с 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 ребята сохранчик бодрый вот такая монетка 3 копейки 37 года ладно забираем в коллекцию итак прохожу я мимо таких вот дебрей черт ногу здесь сломает здесь вот проходит вот такая вот речушка я про нее вам сегодня уже говорил что раньше она возможно было шире а летом пересыхает в этой речке между прочим есть рыба и рыба неплохая на той стороне у нас распахано чистое поле вот не знаю на той стороне у нас было что-нибудь дымовые ямы или что-то в этом роде не знаю было поселение там нет информации такой нет да и вообще про эту деревню я услышал только сегодня когда уже непосредственно на коп выехали на картах ее нету вот от местных жителей узнали здесь в старину была даже железнодорожная станция пути новые есть но до этого пути были старые смещены хожу я вот по такой фигне здесь я даже не знаю как это называется но лопату хрен воткнешь из-за какого-то я не знаю куста такого болен которая вяжет лопату невозможно здесь вот копать вот проходя мимо дымовой ямы увидев вот такую железяку первым делом я сразу подумал что это очень сильно похож на старый ford который первые пошли автомобили перед он как шел как бочка вот такая вот здесь вот сверху горловина вот сзади но арки даже по левую по правую сторону остались подкрылки от колеса здесь вот радиатор ну что-то в этом роде первая ассоциация у меня возникла что это такое вся конструкция клёпаная у нас клёпочки здесь имеется вот ну правда нет но вот первое впечатление об этой конструкции у меня возникло такое что это первый древний форт хотя не знаю не знаю врать ничего не буду хотя кто знает раз в этой деревне деревне очень старающую при елизавете она была монеты сегодня под ним поднимали елизаветовские вот имелось здесь даже железнодорожная станция чем черт не шутит может быть это и есть наш древний форт ну ладно у кого есть какие мысли что это такое примерно сама машинка примерно в длину ну 2 метра не более вот такая вот вещь ну ладно это я так для пополнения видео что вижу что и вам показываю вот такие вот у нас тут чудеса ходим и вот видите высоковольтные провода стоят болен под ними ходить очень тяжеловато тем что чубку на полную ставишь и фантом и прибор ловит очень сильный приходится убавлять ну естественно если убавляю что и глубина уменьшается вот находок из-за этого не особо много а а так сегодняшний день просто такой от души радостный тем что компания попалась душевная сейчас пообедали очень плотненько вкусненько вот я думаю мы еще и поужинаем немного покопаем и когда уже солнышко будет садиться солнышко нас еще довольно таки высоко отправимся домой вот я впервые сегодня так далеко выехал вот ну ничего ничего нормально сегодня у нас праздник 9 мая вот так что настроение такое праздничное замечательно единственно что нас всех напугали это клещи очень большое количество здесь клещей просто куда ни глянь абсолютно на ровном месте увидишь клеща очень много ну пока все обходится благополучно без укусов и дальнейшем будет видно ну ладно продолжаем ходить блуждать интересно будет вы об этом увидите итак костян зовет сигнал выкопать говорит что 99 процентов монеты мы посмотрим как наш опытный брат камрад самый профессионал среди нас покажет и расскажет или все таки он нам ли пуша подсунет выкопал он прям как профессионал смотреть какой улечек проверяем если сигнал чистый абсолютно чистый выкопал выкопал так вот здесь и вступаю в дело я а я видел видел монета где-то вот она зараза вот и я половку по моему поднял ай зараза вот зараза монеты я имею не костяна монет 1769 год елизавета и опять коник на коне блять извиняюсь конечно у меня семья сегодня нету нифига не этот на не палушка это наверное копейка наверное все таки копейка как же я ее не поднял но в принципе он глубок глубоком принципе выкопал наверное полтора штыка лопат это точно вот здесь вот он вон видите темное пятно там он три деньги поднял вот и вот в этом месте он поднял коника садника елизавета ну ладно чё ты не тут попускал вперед дальше самому надо копать ладно смотрим и так буду сегодня заканчивать сегодняшний коп на приятной ноте не знаю как кому но мне приятно смотреть находки которые были подняты сегодня сегодня у нас были подняты вот такая деньга очень хорошим таком состоянии 1949 года анна ивановна орел орел немножко в платине так зато так следующая 1741 тоже деньга таком более-менее состоянии пятачок пятачок а до трешечка трешечка 1900 не не вижу какого года 11 года говорит кости почему 11 по моему 16 1916 последний шестерку а да 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 затем елизавета 1760 год с охранчик более-менее так пойдет но вот этот прям огонь прям огонь это у нас деньга анна ивановна 1769 года а нет это елизавета елизавета вторая вообще замечательная такая монета классным бодренько затем советики у него копеечка 26 душечка 26 серебро белончик 1930 года 20 вроде неплохом состоянии так копеечка 1911 года николай крестик мужской нательный обычный и вот такой-то обломок креста так называемый в простонародье пропеллер хороший крестик у меня таких нету вот ну и они у нас сегодня туристы оставались ночевой здесь и не знаю останутся нет вот так вот так у юрца юрец я там чё с хабаром у нас есть сегодня хабар говорит что есть юрца есть хабар у юрца есть хабар сейчас мы посмотрим что хабар сегодня вот такая вот у него конинка интересно классная конинка так пуговка бодренькая такая пуговка орлянка неплохом состоянии вообще даже даже сказать в хорошем вот еще одна конина так вот этот хрен пойми че такое возможно ее раскручили на железной дороге и железная дорога вот проходит так петаль шли 1930 гурт от монеты и царская монета убитая хлам копеечка николаевского формата говорит под камнем до пуговка у него зачет вот такая вот гиря блямпа наверное похоже на гирьку а может а может оплаву нет вот такая вещица ладно так остался у нас алексей к машине подойдем покажу его находки да и свои тоже выложу хоть у меня сегодня не густо но зато у меня сегодня царики и у одного большая монета в других больших монет нет ладно двигаемся в машине юрка здесь еще есть немножко хаббард вот такое древнее греческое колесо почти можно ездить на нем и вот на запаску возьму в заднюю как джип и вот такой примус так называемый керосинка смотрите какая практически целых хоть бери и прямо сейчас вот вот колесик вот который мы маленькие колесики находим вот здесь здорово такая это наверно на себя должна выдвигаться здесь вот такое здоровое пламя такой факел горит вот такая керосиночка тоже между прочим может кто не видел но я естественно первый раз вижу такую здоровую керосинку и у нас там еще латунь медь так костян там делают видео обзор по находкам сейчас и мы сделаем так алексея находки у нас вот такого рода у него фишер 75 хороший прибор результаты есть потому что парень копает всего-навсего 2 3 раз ну и находки радует конечно сколько я знаю людей первые разы у них неудачи но в данном случае у нас вот такая деньга зачетная будет помыта неплохом состоянии еще одна деньга 1746 года и вот такая красавица это у нас елизавета судя по всему это наверное копеечка копеечка 1761 года зелень конечно вот это вот на рост нужно убирать потому что некрасивая патина а так а так неплохая монета удачно я считаю он сходил все смотрим и так буду заканчивать сегодняшний коп именно на обзоре своих находок у меня их сегодня не очень много но радует то что у меня находки по крайней мере в основном на империя по находкам у меня получилось вот как вот так вот у меня получилось так начнем с большой монеты радует то что у меня каждый коп большая монета это павел 1 1790 90 я даже не за 12 по моему затем деньга 1746 года затерты конечно но пойдет копеечка николаевского формата ушатаная за том полушечка у нас 1750 какого-то года непонятно тоже затерта к сожалению но интересно то что орел у нас ведь и не по центру а имеется дефект штамповки то есть это неплохо а наоборот даже хорошо потому что это редко когда увидишь затем копеечка будет хороший сохран 1924 года два крестика мужских тоже неплохом состоянии вот такое колечко я не знаю очень маленькая не знаю то ли барышня была стройненькая худенькая пальчики тонкие и вот такая вот советина три копеечки сохран карны 1937 года солнышко в принципе еще высоко но нам ехать далеко так что выдвигаемся пораньше ребята остаются снова снова остаются с ночевкой флаг им в руки конечно ну конечно ударно они проводят время уже вторую ночь подряд они остаются здесь здесь холодно клещи комары болен ну короче жуть ну все всем удачи на копе побольше хабра подписывайтесь на канал кто не подписался и комментируйте обязательно пальцы вверх вниз кому как угодно ребята остаются дальше смотрите будут это ну и и и Субтитры сделал DimaTorzok